Привет, дорогие зрители! С вами Екатерина Лиса, и сегодня мы будем тестировать акварельный холст. Эммм... Что? Что-что? Акварель... Холсты бывают акварельные. Я вот сама, честно говоря, очень удивилась, увидев его в магазине, потому что, ну, как бы всегда стандарт-то холст это для масла, акрила, темперы. Ну, в общем-то, но то, что холсты бывают для акварели, немного сломало мне мозг, потому что суть акварели как бы в том, что она красивенько растекается по бумажке, а холст, по идее, будет отталкивать её. Ну, то есть она просто не будет на нём держаться, очевидно. Вот, но на, собственно, на упаковке написано, что он пропитан специальным волшебным составом и подходит именно для акварельной живописи. Ну, попытка не пытка, как бы я взяла небольшой формат, стоил он 100 рублей, и я решила, что почему бы не попробовать. Потому что, в принципе, рисовать на бумаге акварелью, конечно, здорово, но в этом есть ряд минусов. Как минимум, она начинает сворачиваться, ну, идти волнами. То есть её надо постоянно клеить, либо натягивать вообще, как делают нормальные люди, взрослые, серьёзные художники, они натягивают акварельный лист на подрамник. Но, как правило, запариваться с этим ради одного рисунка, ну, на самом деле, достаточно лениво. Вот, хотя, ну, при таком раскладе точно не поведёт, вот сто процентов. Поэтому, как правило, все используют малярочку. Но малярочка, она закрывает часть рисунка, ну, в смысле, бок получается рамка. На самом деле, это скорее плюс, потому что, когда ты вставляешь картину в рамку, у тебя остаётся место, и видно всё, что ты нарисовал, не съедается вот эти вот полсантиметра по боку. Вот, но очень тяжело найти малярный скотч, который не будет портить бумагу. То есть, постоянно приходится очень-очень аккуратно, молясь всем богам, его отрывать, потому что, если, блин, слишком резко дёрнуть, то оторвётся ещё пол рисунка вместе с этим малярным скотчем. Поэтому, ну, так, опасненько. В общем, концепция того, что акварельный холст прям уже готовый, она мне очень понравилась, и я решила затестить. Итак, ну, вы понимаете, что я звук пишу уже поверх, когда всё закончило, и, в принципе, уже сделала все выводы, которые были мне нужны. Во-первых, по поводу самого холста. Да, он сделан на картонке, натянут, пропитан каким-то раствором специальным. И сзади идёт такая, блин, плашка с кучей логотипов Малевича. На самом деле, я очень люблю эту компанию, потому что они делают достаточно качественные за свою цену продукты, так сказать. Их холсты с широким бортиком — это вообще моя любовь отдельная, потому что, как бы, возможность писать и на боках тоже, она меня очень радует. Вот, поэтому, как бы, это здорово, но зачем запечатывать весь задник своими логотипами, я не знаю, ладно. Оставили место для подписи, и на том спасибо, блин. Что по поводу самого холста. Он достаточно ровный, на самом деле. Вы знаете, что я всегда рисую не чисто акварелью, а смешиваю её с графикой, потому что я люблю графику. Поэтому ровность холста для меня чуть ли не самый главный приоритет, так как провести ровную линию по неровной поверхности — это квест, это челлендж. И я очень терпеливый человек, но всему есть предел. Вот, поэтому я была рада, что он достаточно ровный, но всё равно, естественно, это не лист бумаги. Хотя, вот, обычно я рисую на скорлупе, она тоже не идеально ровная, так что нормально. Нормально. Вот. Карандаш, собственно, нормально рисует, нормально стирается. Это плюс. Я стараюсь под акварель не делать вообще сильный карандашный рисунок, просто потому что, блин, он будет мешать, его, блин, ещё забудешь стереть, он будет просвечивать. Короче, это не очень здорово, поэтому я только намечаю основные линии, а дальше там как пойдёт. Акварель вообще достаточно такой свободный материал. Как пойдёт, так пойдёт. Вот, и тут, собственно, мы подходим к самому важному, для чего снималось это видео, как этот холст вообще ведёт себя с акварелью. И, собственно, что могу сказать? Акварель с него не скатывается, ну, то есть она на нём держится, это прекрасно. Но с оговорками, то есть я привыкла рисовать на скорлупе. Скорлупа — это вид бумаги акварельной такой, если вдруг вы не знаете, можете погуглить. Она мелкозернистая. Её особенность в том, что она очень хорошо впитывает акварель. Как следствие, можно рисовать послойно. Я люблю... Ну, мне так нравится рисовать, я привыкла так рисовать, скажем так. То есть со скорлупы очень тяжело смыть то, что ты нарисовала. То есть всякие там размывки, вот эти вот эффектики волшебные, они с ней на самом деле не проканают. Но так как я больше график, то мне так комфортно. А тут, так как это холст, и, блин, он пропитан таким особым раствором, короче, очень сильно, то он, получается, всё-таки не так хорошо впитывает акварель. Во-первых, она дольше сохнет, то есть мне реально приходилось ждать. Это очень непривычно для меня. Вот. И плюс... И плюс акварель ведёт себя на нём не так, как я привыкла. То есть она по-странному растекается. И что самое интересное, её можно смывать. То есть даже спустя 10 минут ты можешь провести кисточкой и размыть предыдущий слой. Это... Это не плюс и не минус. Это особенность. Я знаю, что есть такая бумага, но это прикольно. То есть мне было интересно попробовать порисовать с таким эффектом. И очень много, как бы, интересных вещей, которые я раньше не делала, можно делать. Вот. По этой причине мне удалось спасти там одно место, где я что-то слишком жёсткий листочек нарисовала. Вот. И, в принципе, как бы, это прикольно. Мне понравилось. Ну, то есть, как вывод, я хочу ещё... Я реально поеду, куплю ещё пару таких холстов и хочу ещё попробовать. Потому что, мне кажется, на пленэре этот, допустим, будет очень удобно. То есть, что не надо волноваться, что при большом ветре, а в Москве сейчас адовый штормовой ветер, что твоя картинка улетит куда-то, не надо, блин, париться с тем, что её ведёт, её надо натягивать. А просто берёшь холстик готовый и малюешь. Е-е-ей. Меня расстреляют, наверное, за слово «малюешь», да? Вот. А вот по поводу графики, ну, собственно, я была к этому готова. К тому, что линер, он рисовал. Это здорово, что он рисовал по этому холсту. Естественно, местами он проскальзывал. Линия не идеально ровная прям. Но он рисовал, и он почти не размазался. Ну, то есть, если в ту же секунду, как ты провёл линию, не вести по ней рукой сразу, то он не размазывался. И, ну, как бы по итогу вы можете видеть, что, в принципе, довольно подробный графический рисунок у меня получился. Я подозреваю, что если подобрать подходящий инструмент, возможно, не простой линер, а какой-нибудь тонкий перманентный маркер или акриловый маркер, то будет гораздо удобнее и гораздо, как бы, быстрее. Потому что, ну, большую часть времени я реально потратила на графику. Но я люблю графику, так что все довольны, всем спасибо, да. В конце я ещё решила, чего мелочиться, можно добавить ещё золотой акварельки, которую я обозревала в прошлом видео. Если вы это пропустили, то ссылочка будет в конце, да. Вот, ну или вы можете зайти ко мне на канал. Так вот, в общем, с золотой акварелью тоже всё чудесно. Она работает, она порисует. Всё классно. По итогу могу сказать, что я более чем довольна, потому что изначально я не ожидала, что у меня вообще получится что-то приличное. Вот. А оно получилось, и получилось очень даже неплохо. Так что я по-любому пойду и куплю ещё таких холстов, да. Вот. Единственный, единственный минус, который меня прям, ну, расстроил, ну, это такое... Это мелочь, как бы, которая легко исправляется, просто, просто сам факт. Он, этот холст размера 20 на 30, а все рамки стандартные. Они стандартные под А4, а А4, если вы не знаете, 21 на 30. И вот этого сантиметра не хватает, блин, чтобы она красиво смотрелась в обычной икеевской рамке, допустим, или в обычной любой другой рамке. То есть это нужно либо искать специально чётко 20 на 30, либо заказывать в багетной мастерской. Как бы несложно, но, в принципе, минус. В следующий раз я буду внимательнее подбирать размер, потому что, ну, это обидно. Я не могу вот прямо сейчас её взять и повесить, например. А это как бы просто маленькая оговорочка. То есть в целом, если вы акварелист и любите экспериментировать, и не любите натягивать бумагу на подрамник, то, я думаю, эти холсты могут вам понравиться. Так что, да, на этом, собственно, всё. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok